Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии, правительственная связь в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас на связи министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова. Алла Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Алла Владимировна, мы с вами встречаемся в разгар прививочной кампании. Вот давайте сразу скажем, против каких вирусов мы боремся в этом сезоне? В первую очередь мы боремся в целом против вируса гриппа. Да, Всемирная организация здравоохранения обычно на каждый год предсказывает тот или иной вирус гриппа, который будет циркулировать вообще в мире, в большинстве своем. В этом году мы говорим о калифорнийском гриппе, мы в этом году говорим о гонконгском гриппе. То есть это разновидности гриппов H1N1, H3N2. То есть и в основном это нужно для того, чтобы спрогнозировать, какой эпидемический порог будет гриппа. И самое главное, вот знать разновидности гриппа нужно для того, чтобы правильно подобрать вакцину. И поэтому на каждый год определяется определенный вид вакцины, она готовится каждый год в зависимости от того, вот какой прогнозируется грипп. То есть сами вирусы гриппа, они чем-то отличаются, каким-то… Да, совершенно верно. Есть небольшие модификации, есть так называемые мутации гриппа. И поэтому, почему нет вакцины один раз на всю оставшуюся жизнь, как, например, против полиомиелита, против кори. Потому что грипп очень вариабельный вирус, и поэтому каждый год он обычно мутирует. И поэтому вот эти вот циклические изменения, которые происходят каждый год, они и не могут нам на сегодняшний день позволить сделать вакцину против гриппа один раз на всю оставшуюся жизнь. Поэтому приходится вакцинироваться каждый год. В этом году вот есть категория граждан, которым нужно обязательно прививаться, да, есть кому рекомендуется. И вот сколько человек в этом году в республике планируется привить? Вообще мы рекомендуем прививаться всем. Но есть такое понятие, как прививка в рамках национального календаря прививок, то есть на это выделяются федеральные средства. И в данном случае, да, есть категория граждан, которых мы прививаем бесплатно за счет средств федерального бюджета. То есть это дети от 0 до 18 лет, это работники образования учителя, это работники здравоохранения, это работники, которые общаются больше всего с населением, то есть это работники транспорта, это на сегодняшний день граждане пожилого возраста, это часто болеющие люди, это граждане, которые подвержены хроническим воспалительным заболеваниям, и в основном это граждане старше 60 лет. То есть вот эти граждане, они подлежат бесплатной вакцинации за счет средств федерального бюджета. Остальные, скажем так, трудящиеся, они подлежат за счет вакцинации, либо за счет собственных средств, либо за счет средств работодателя. А сколько человек? На сегодняшний день, на сегодняшний день привито порядка 280 тысяч человек в республике. То есть это, если взять в целом от населения, 22%. Задача у нас стоит в этом году привить порядка 40% от всей численности населения. При этом задача стоит детей привить почти 80%. Почему не 100%? Ну, потому что все равно есть аллергичные дети, есть у кого-то медотводы. А от взрослого населения мы говорим 35%. То есть это вот та задача, которая поставлена в этом году. Если в прошлом году мы говорили, что мы прививали порядка 30% населения, то амбициозная задача этого года – 40%. Вы сами сделали прививку. Да. Как вы оцениваете, скажем так, эффективность прививочных компаний? Почему людям все-таки надо сделать прививку? Я бы сказала языком цифр. То есть все-таки мы анализируем статистические данные, и мы анализируем заболеваемость и смертность привитых людей, непривитых людей, и из года в год какую мы видим статистику. И нужно сказать, что когда пошла масштабная прививочная кампания против гриппа, то есть цифры прививочной кампании идут кверху, то есть чем больше населения мы прививаем, тем меньше население у нас заболевает, и тем меньше смертность от осложнений и от самого гриппа. То есть это прямо противоположные или зависимые показатели. То есть от количества прививаемых людей уменьшается заболеваемость. То есть уже, можно сказать, наверное, 3 года подряд в республике мы не видим серьезных всплесков и серьезных подъемов заболеваний гриппа. Но тем не менее, какие бы цифры ни были, какая бы ни была взаимосвязь, очень много родителей, которые отказываются детям в школах, в детских садах делать прививку, взрослые многие отказываются. Вот как можно объяснить вот такую вот статистику, чем вызвано, на ваш взгляд, такое поведение родителей? Я не могу сказать, оно обдумано или не обдумано. Ведь все-таки родители, наверное, почему-то принимают такое решение. Ну, есть, наверное, все-таки разные решения. То есть, во-первых, человек отказывается от вакцинации, во-первых, боятся осложнений. То есть поствакцинальные осложнения, да, наверное, они есть. Это первое. А какие они могут быть? Насморк? Обыкновенная заболеваемость гриппом. То есть человек может заболеть гриппом после вакцины. Да, бывает. Но, как правило, если это бывает, это бывает обычно в легкой форме, даже в стертой форме. То есть и не так тяжело, как это могло бы быть, если бы человек не был вакцинирован. Как правило, вот поствакцинальным осложнениям подвергаются люди аллергичные, потому что все-таки делаются вакцины на основе куриного белка. И поэтому вот особенно аллергичные дети, они реагируют иногда на вакцину. Если вакцина произведена, как правило, в состоянии, ну, скажем так, некоторой заболеваемости человека или ребенка, то есть некоторое недомогание, то да, вакцина может спровоцировать заболеваемость, то, что человек этот заболеет. То есть это может быть. Потом, ну, нужно отдать, наверное, должное или наоборот сказать, что есть все-таки антиреклама прививочной кампании, когда в средствах массовой информации, это могут быть газеты, журналы, это может быть телевидение, когда говорится о том, что не надо прививаться. Но мы все-таки видим цифры, когда мы видим, что благодаря вообще в целом вакцинальной кампании мы смогли вообще в мире справиться с такими заболеваниями, как корь, краснуха, полиомиелит, холера. То есть ведь это все ушло благодаря вакцинам. И поэтому грипп, он тоже на сегодняшний день значительно снижен в заболеваемости и в смертности, только благодаря ежегодной вакцинации. Поэтому все-таки мой совет – прививаться, но по четким показаниям и под строгим контролем врачей. Что делать людям, которые все-таки отказываются от прививок? Как им себя вести вот сейчас и в период эпидемии? Когда, кстати, мы ее ждем? Вообще ждем мы эпидемию где-то вторая половина декабря, начало января. Ну, это такие прогнозные цифры, конечно, они могут варьировать. Что делать тем, кто не прививается категорически или как-то еще? Конечно, никто не отменял общих мер профилактики. То есть это свежий воздух, это общие процедуры закаливания. Несмотря ни на что, это обязательно, желательно использование масок, защитных масок. Это проветривание помещения, где мы находимся, потому что чем чище воздух, тем меньше накопляемость вируса. Обязательно мыть ее рук после посещения мест общественного пользования, то есть после улицы, после прихода с работы, после транспорта. Почему? Потому что передается вирус в основном воздушно-капельным путем, но при этом чистые руки – это залог чистоты здоровья вообще во всем. Поэтому инфекция очень часто передается именно через руки. Поэтому мойте руки, проветривайте помещение, пользуйтесь средствами защиты, ну и тогда вы во многом сможете себя защитить. Ну вот некоторые все-таки иногда еще используют противовирусные препараты. В наших аптеках каково наличие препаратов, каковы цены сейчас? Противовирусные препараты, конечно, используются в основном для лечения, для профилактики, все-таки вот широкого такого использования профилактических мероприятий, лекарственного плана. Ну, я бы не стала, наверное, сегодня рекламировать, то есть вот я бы все-таки пошла по пути, вот то, что я сказала раньше. А что касается наличия противовирусных препаратов, если заболевание случилось, то сегодня спектр просто широчайший. Все наши лечебные учреждения сегодня полностью укомплектованы всеми необходимыми противовирусными препаратами. И в аптеках тоже диапазон очень широкий, причем от самых дешевых до самых дорогих. Поэтому здесь уже, как говорится, у кого на что хватает финансовых средств. И, ну, хотелось бы все-таки, чтобы обращались к врачам. В первую очередь. В первую очередь к врачам, то есть все-таки следовали, не занимались самолечением, а принимали те или иные препараты по назначению врачей. То есть вы цены каким-то образом контролируете, но там в зависимости от наименования и какая рекомендованная цена? Значит, цены на сегодняшний день контролируются на уровне Российской Федерации. То есть есть перечень препаратов, которые входят в перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов. На них есть утвержденная цена федерального регистра, и поэтому выше оптовой цены не могут продаваться эти препараты. То есть есть оптовая цена, есть региональная наценка, то есть и выше этих цен вот эти препараты продаваться не могут. Они могут продаваться ни в аптеках, ни закупаться в лечебные учреждения. Так что поэтому это очень строгий контроль. За этим проходит Росздравнадзор, проводит этот контроль. Поэтому здесь за ценами мы ведем очень четкий контроль. Могут различаться цены в небольших количествах, в разных аптеках. Но это в зависимости от того, что это коммерческие аптеки, и они могут делать вот эту небольшую наценку. Но, опять-таки, оптовая закупка у них у всех идет по одной цене. Владимировна, ну вот кроме прививок, кроме вакцинации, многие советуют иммуномодуляторы, препараты, которые повышают иммунитет. Да, ты попей одну таблеточку в день, и все будет хорошо, и ты никогда не заболеешь. Вот их, конечно, очень много, самые разные ценовые категории. В каких ситуациях они необходимы? Вот ваш совет, как совет врача, и стоит ли вообще самому каким-то образом прописывать эти лекарства? Вообще, честно говоря, иммунная система – это очень тонко настроенный механизм. И любое внедрение в этот тонко настроенный механизм может спровоцировать как победу, так и беду. Поэтому без какой-то особой надобности применять иммуномодулирующие препараты, ну, я бы, наверное, не советовала. То есть все-таки можно не просто настроить иммунную систему, а можно, наоборот, ее очень серьезно расстроить. Поэтому все-таки прием иммуномодулирующих препаратов должен проводиться под четким рекомендациям при назначении врачей, а не просто так вот по рекламе, которая ведется на сегодняшний день. То есть не стоит поступать так, прийти в аптеку и сказать, дайте мне что-нибудь для иммунитета. Нет, я бы лучше по свежему воздуху погуляла, свежего яблочка съела. Ну, я условно говорю, но на самом деле вот иммуномодуляторы – это тоже очень серьезные препараты, и серьезно вот так вот внедряться в систему очень сложно. В этом году в Чувашии, по-моему, во всей России год объявлен под знаком борьбы с заболеваниями органов дыхания. Вот какова статистика по этим недугам, есть какая-то динамика, и вообще какие мероприятия проходят? Год борьбы с заболеваниями органов дыхания мы объявили у себя в Чувашской республике как продолжение года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потому что не секрет, что эти два класса заболеваний идут бок о бок, и поэтому хронические заболевания легких, они очень часто становятся тоже, как и сердечно-сосудистыми, заболеваниями причиной смерти человека. Поэтому, когда мы проанализировали, что у нас стоит на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, после онкологических заболеваний, мы пришли к выводу, что это заболевания органов дыхания. И поэтому мы провели целую масштабную акцию, план мероприятия, и вот нужно сказать, что в том числе вакцинация против гриппа, вакцинация против пневмококковой инфекции, активная пропаганда здорового образа жизни позволила нам в этом году снизить заболеваемость и смертность от органов дыхания почти на 20%. То есть это, конечно, очень амбициозная цифра, но цифры… Это данные уже 16-го года. Это данные мониторинга вот по 9 месяцев. То есть там есть определенные тоже мониторные цифры, поэтому мы говорим о том, что вот наша задача, чтобы меньше обращалась к нам с пневмониями. То есть пневмония – это в основном воспалительные заболевания, и, как правило, они протекают очень тяжело, поэтому чтобы было меньше пневмонии, чтобы было меньше хронических бронхитов, чтобы было меньше острых бронхитов. То есть вот эти заболевания, которые вызывают в основном хронические состояния и возможность внезапной смерти, скажем так. То есть вот эти заболевания, они, да, они сегодня под четким нашим контролем. Здесь нельзя сказать, конечно, что только там вот благодаря здоровому образу жизни мы справились с этим. Конечно, это целая система меры. Какие мероприятия проходили? Там целая… там очень большая система мер. То есть, конечно, это и материально-техническая база наших лечебных учреждений. То есть это были закуплены дыхательные аппараты, это были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, наркозные аппараты. То есть это было обучение специалистов, это был четкий контроль и мониторинг за назначением лекарственной терапии, за назначением антибиотикотерапии. То есть потому что ведь тоже сегодня тоже не секрет. То есть большое количество антибиотиков и порой бесконтрольное домашнее применение этих антибиотиков, домашнее лечение вызывает позднее обращение к врачу, поздний вызов бригад даже скорой помощи. И мы уже получаем пациента с очень четкой лекарственной чувствительностью, с, скажем так, неподконтрольным назначением вот этих антибиотиков. То есть уже когда пациент поступает в стационар, уже нет резерва, что же назначать дальше. Поэтому вот эти все мероприятия, конечно, это и образовательные программы, конечно, это и работа вот той же вакцинации. То есть вот этот весь комплекс мероприятий, он позволил нам на сегодняшний день несколько стабилизировать ситуацию. Следующий год какой будет? Не анализировали еще? Мы сейчас думаем. Этот вопрос у нас на обсуждении пока. То есть объявлен тоже так называемый негласный конкурс среди главных специалистов. Но вот склоняемся к разным. То есть это год борьбы либо с онкологическими заболеваниями, либо год борьбы с вредными привычками. То есть это тоже есть. Это вредные привычки, но они у нас разные. То есть у нас это есть курение, есть злоупотребление, есть гиподинамия. То есть это все вредные привычки. Поэтому, может быть, вот обозначить этот год так несколько амбициозно, год борьбы с вредными привычками, может быть, будет так. Поэтому, может быть, даже мы обратимся к населению. То есть какой год они считают нужным объявить именно по линии здравоохранения. Потому что сегодня, ну, насколько я знаю, обсуждается вопрос, какой год будет объявлен в целом в Чувашской республике. 2017 год в России, в Чувашской республике. Ну, вот мы объявляем тоже какие-то приоритетные вещи, выбираем для здравоохранения. Спасибо большое, Алла Владимировна, за то, что вы пришли к нам в студию. Будьте здоровы. Спасибо. Будьте здоровы и вы, уважаемые телезрители. А я напомню, что сегодня в программе «Правительственная связь» у нас была министр здравоохранения Чуваши Алла Самойлова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин